Сказка на ночь или шоу одной истории? Всем привет! Меня зовут Лена, и это та самая сказка на ночь или шоу одной истории, в рамках которого я рассказываю какие-то события в жизни. И сегодня, ребята, мы с вами поговорим про национализм, стереотипы, и я расскажу о том, как с этим можно бороться. Начну с предыстории. Дело в том, что я брюнетка, и я ненавижу главную гору летом. Я так вижу, что за окном солнца, сразу выбегаю, и не думаю о том, что солнечный удар может быть, поэтому у меня их была куча. Так делать нельзя. Ну а теперь к истории. Дело было несколько лет назад. Мы с компанией поехали отдыхать в Хорватию. И куда-то пошли. Скажу свое оправдание, что было уже больше пяти вечера, и шли мы недолго, полчаса, наверное, но зато под открытым небом. Я поймала солнечный удар, тот самый. Сначала когда усталость, потом болит голова, а потом уже накрывает по полной. Благо меня накрыло в отеле по полной. Если вы когда-нибудь гугли, что такое солнечный удар, или он у вас был, у меня было вот это вот все, весь этот прекрасный перечень. И я жила в номере с одной знакомой, которая вот весь этот цирк наблюдала. Она вот страшно перепугалась, и первое, что сделала, позвала всех. Вот всю нашу большую компанию, в которой мы отдыхали. Там были парни, девушки все пришли, меня отступили, смотрят, а я как бы не в лучшей форме. Но самый умный понял, что что-то не то происходит, и нужна помощь врача. А естественно, мы же не в своей стороне, мы же не можем набрать 0,3 и ждать. 103 с мобильного, не можем. Поэтому пришлось идти за портье, чтобы он вызвал врача как-то. А он тоже, в свою очередь, должен был посмотреть на меня, оценить то, что произошло, и уже вызывать. Потому что там была на страховке, сложные все такие заморочки. И вот он приходит, смотрит на меня. А я из зеленого цвета, я где-то прячусь в одеялье. Я даже, был настолько плохо, что я не могла ему даже сказать хеллоу, даже привет я не могла ему сказать очень плохо. И он вот на все это смотрит, говорит, да, проблема у вас. Она русская, да? Я ему говорю, да, русская. Ах, все ясно, перепила. Да вы не парьтесь, проспится, все будет хорошо. И уходит. Он говорит, эээ, мужчина, подождите, что ждать? Ну пьяница тут лежит, алкоголичка. И дальше он говорит, подождите, в смысле пьяница, алкоголичка? Более того, она не пила, и тем более она в принципе не пьет ему. Она русская, как она может не пить? Конечно, она пьет. Вы все русские, вы все пьяницы, я все знаю. И ушел. Даже я в том состоянии, в котором я была, ей то была в шоке, я была возмущена. Но не могла ничего ему сказать. И все. Благо, благо, от его решения моя жизнь не зависела, поскольку через пару часов меня весь этот солнечный удар отпустил, а уже утром я пришла в себя. Если бы все было не так, скажем, все было бы не так, но не об этом речь. И уже утром я, несколько помневшая, после бурной ночи, иду в кепке. В руке у меня была бутылка, прохожу мимо портья, смотрю, во, тот же сидит. И сидит такой, улыбается, хелло, вот это все, как вам по нашей мотели. Я говорю, здрасте, а вы меня помните? Нет, я вас не помню. Я такая замечательная. Я говорю, помните, помните, я та самая русская алкоголичка, что забыли? Кстати, видите, у меня в руке бутылка? Вы, наверное, думаете, что это водка? Нет, это вода. Кстати, формула воды H2O. А была бы там водка, там была бы и вода, и, между прочим, этиловый спирт, C2H5OH. И скажу вам больше, мы, во-первых, русские, не пьем, а во-вторых, мы еще и очень умные. Заполните это. Я надеюсь, он запомнил. И так я поступлю с каждым. Если вдруг у вас были какие-то случаи, когда вас оценивали исходя из каких-то нелепых стереотипов, клише, штампов и так далее, и так далее, расскажите. Может быть, вам были, о, вы человек с востока, значит, вы обманите. Или, а, та девица из Иваново, ну, 100% ищет мужа. Или, о, это женщина, не поймет в этой схеме. Или, о, это мужик. О, этот оттенок цвет он никогда не увидит. Пишите, делитесь, будем обсуждать. И вместе бороться с тупостью. А это потому, что тупость. Ну что ж, на этом все. Пока. Пока.